Как и другие школы страны, 84-е среднее общеобразовательное заведение открыло свои двери для учеников 1 сентября. Три сотни нарядных первоклашек вместе с учениками других классов пришли сюда за новыми знаниями. Школа большая, кабинеты оборудованы всем необходимым. Казалось бы, для учеников созданы все условия, если бы не одно «но». Все классы переполнены. Наша школа рассчитана по проекту мощности 960 учащихся, а в данное время у нас 2800 с лишним детей обучается. А в классе у нас по проекту должно быть по 30 человек, а в данное время у нас 40 и более. С проблемой переполненности помогают справиться просторные кабинеты и достаточное количество парт, чтобы ребята не сидели по трое. Когда школу открывали, предвидели, что такая ситуация будет неизбежна. Строили, так сказать, с запасом. Старшеклассники учатся в две смены, а у начальных классов есть еще и пересменка. Сколько сегодня учеников пришли? Сорвь. Алтынай скажет. Давайте ее послушаем. Да, Алтынай? Сорок три. Сорок три. Сколько учеников отсутствует? Один. Один. Кто не пришел у нас сегодня? Ибрахим. Ибрахим. Ой, молодец. Второклашки сегодня проходят десятки. Придумывают условия задачи и сами же ее решают. Такой способ закрепить материал, по мнению их учителя Ильнуры Манабаевой, самый эффективный. Математика – предмет сложный, усвоить который поможет только практика. Ученики полностью согласны со своим учителем. Внимательно слушают и записывают в тетрадке новую информацию. Однако педагог признает, что 45 минут, которые длится урок, недостаточно, чтобы опросить каждого ребенка. Конечно, класс переполнен, но каждому ученику нужен индивидуальный подход. Несмотря на это, учитель старается останавливаться на домашнем задании, также повторять прошлую тему, также объяснить новую тему. Все это, конечно, для учителя трудно, но все-таки учитель старается дать ученику самое лучшее. Родители детей относятся к ситуации с пониманием. Хотя и предпочли бы, чтобы их дети учились в классах с меньшим численным составом. Мне говорили, что это очень хорошая школа. Конечно, хотелось бы, чтобы в каждом классе было не больше 30 учеников. Даже не знаю, как 40 человек в классе будут материал усваивать. А куда остальных детей девать? Куда, если я по участку столько детей? Так что это, хочешь не хочешь, сама жизнь, по-моему, заставляет набирать 40 детей. А куда деваться? В Бишкеке везде так. Надо строить новые школы, чтобы решить проблему. По-другому никак. С началом этого учебного года в столичных школах обучается около 152 тысяч детей. При том, что 97 государственных школ рассчитаны лишь на 76 тысяч учеников. Особенно тяжело первоклассникам. Порой в одном классе учатся по 50 детей. Здесь уже помогают родители. В некоторых школах даже появилась должность дежурная мама. В ее обязанности входит следить за дисциплиной, пока ученики строятся в столовую или выходят из школы. Чтобы решить проблему переполненности классов, Бишкеку нужны еще как минимум 16 школ, отмечают в управлении образования столицы. Пока же советуют радоваться тому, что есть. Новой 96-й школе и вновь открытой 25-й. А также отремонтированным аварийным 10-й, 44-й и 28-й. Также в скором времени собираются делать пристройки в школах номер 12, 35, 59, 23. И на стройку в 24-й школе. Дополнительные помещения немного разгрузят классы. Несмотря на то, что в некоторых кабинетах яблоку негде упасть, в городе есть учебные заведения, где детей недобор. 39-я, 14-я и 53-я школы. И рады принять учеников. Да те неохотно туда идут. Не обошлось без скандалов начала и этого учебного года. Некоторые родители в социальных сетях опубликовали жалобы на то, что в школах, к которым они относятся, по микроучастку, в классах более 50 учеников. При этом, относясь к учебному заведению по прописке, они оказались в одном из последних набранных первых классов. Ни в А, ни в Б и даже ни в В. Претензия заключалась в том, что, дескать, в школе много посторонних детей. Однако причин такому явлению несколько. Закон образования позволяет родителям выбирать школу. Право выбора за ребенком и за родителями остается. Конечно же, те школы, которые зарекомендовали себя, они в такой потребности. Мы рекомендуем родителям, которые не умещаются, предлагаем проехать в ту же 39-ю школу, гимназию. В этой гимназии там есть возможность заниматься на кружках бесплатных. Предлагаем 14-ю школу, это центр города. Ну вот, как-то так срабатывает, наверное, больше радио такое, да, вот, людская молва. Мы не можем говорить, однозначно нет. Хотя директор нарушает, да. Образовательных учреждений не хватает не только в Бишкеке. Это проблема всей республики. Всего по Кыргызстану насчитывается 2200 школ. Из них более 200 в аварийном состоянии. К концу этого года обещают ввести в эксплуатацию 78 образовательных учреждений. Однако, чтобы решить проблему с нехваткой мест, отмечают в Минобразе, нужно построить еще 600 школ.